И первая же карта. Так, ну изучение ангоры, я не думаю, что это адекватная карта. Это довольно слабо, мне кажется. Лучше вот это вот взять, мне кажется. Так, мы давайте сравним сразу же первый. Второй выбор нам на разорение. Изучение ангоры, 35. Внезапногенезис, 32. Привет, Мурман. Ну и ласка, 16. Значит, изучение ангоры может быть теоретически даже более лучшей картой. Ну я, да, я знаю, что вот эта карта не является чем-то очень хорошим. И это точно. Точно, точно. Не, ну теоретически она, конечно, может сыграть. Но это в любом случае наши должны быть существа немножечко, значит, подбитые. А подбитые существа, значит, маловыживающие и умирающие от ауи, скорее всего. Изучение ангоры это... Ну такая себе карта, очень, конечно, специфичная. Она только будет хорошо играть, если мы уже будем на топ-деках. Ну ладно, все равно. Вперед веселье. Так, малыш Равазар, учелкнутый химик. Химика возьмем. Равазар у воина должен, ну, как бы плохо, скорее всего, будет играть. Птенца возьмем вместо улучшения. Так, здесь, наверное, мощный удар вместо Акалита. Конечно же, Огненная Секира. Хотя и Турен бы с удовольствием взял. Ну, наверное, Динозавр лучше, чем Одноглазый Ужас. Герой Штормграда лучше, чем... Осколок? Наверное. Железная Шкура. Плохая карта. Сравним Штормград и Осколок. Осколок, 73. Герой Штормграда, 73. Что-то у нас есть в пользу Осколка. Не знаю, нет. Не, мне кажется, я Штормграда возьму лучше все же. Это Воин. Воин, я люблю Воином играть все же по такие более тяжелые колоды. Хотя более тяжелые колоды, Воин, но тоже так себе. Учитывая, что маги его убивают, присты его убивают. Да. Ну, и быстрые у меня сейчас вообще ничего нету быстрого. Вот это есть быстрые. Одна единственная сейчас агрессивная действительно карта. Ну, не, я возьму Штормграды все равно. Сейчас стану лучше. Глава культа, бронящий сержант. Наверное, глава культа будет все же поинтереснее. Хотя, опять же, у Воина плохо с... За спамом стола. Значит. Мы сравним, и очень вероятно, что окажется, что это худшая карта. Но нет. 61 глава культа. Как бы, она не может быть хуже, потому что... Просто потому что бронесержант тоже самое. Да, тоже нужно какой-то спам стола. 55 сержант. И Таурен, он по умолчанию не очень хороший. 54 он. Да, ладно, главу культа мы возьмем. Значит, Ворген лучше, чем Вихрь. Да, первая двойка. Вау. Клинок из лавы, я думаю, поинтереснее, чем Вулканозавр. Хотя обе карты я бы с удовольствием взял. Интересно. Клинок из лавы считается хуже. 70 он и Вулканозавр 73. Однако я не буду отказываться от второго оружия. Злой Диконорог. Тут легко. Доппельгангстер тоже легко. Тем более под главу культа. Несчастье, что это третье оружие. Хорошо. Ящер Крава в Итопе. Вторая двойка, ну, тоже ладно. Не против. Конечно же, Феник замечательный. И четверка. Мастерица Микстур, наверное, будет лучше, чем матерый гангстер. Потому что у меня... Ну, во-первых, себя полечить можно. Хотя это... Ну, у меня такое оружие. У меня, наверное, мастерица Микстур все равно лучше. Я возьму ее. Огневичок лучше, чем ракучущий ящер. Да, тоже, пожалуй. Еще одно несчастье шута. Хорошо. Вот теперь у меня достаточно оружия и больше я не буду. Может быть, здесь я даже железную шкуру возьму. Потому что обе эти карты, они не очень хорошие. А учитывая, что у меня несчастье шута есть. Да, я возьму мою железную шкуру. Здесь Костолун второсортный. Здесь СНЖ на щитоносец. Еще один клинок из лавы. Ну, учитывая, что я взял все же броню за единицу, я думаю, что клинок из лавы это не так плохо. Хотя, конечно, у меня уже очень много оружия. Ну, как много? У меня идеально будет оружие. Вот. На данный момент. До конца. До конца. Вообще. Если пять оружия на колоду, то это здорово. Но больше будет очень печально. Ну, ладно. Я все равно возьму. Так. Оса. Троек нету. И так себе. Остальной выбор. Конечно же, еще один Феникс. Войн Синежабрах или Вихрь. Войн Синежабрах, мне кажется, интереснее. Раз. Комбинация. Два комбинация. Да, две комбинации. Возьмем Войн и Синежабрах. Злой Диконорог номер два. Да почему бы нет? Наемник. Нужная тройка мне в кривую. Рокочий Ящер хорошо. Потому что, опять же, ну, у меня достаточно... Ну, как, не так много, конечно, элементалей. Мало. Но, ладно. Три-три за три. Опять же, тройка. Конечно же, Бунюрдалок это куда более лучшая тройка. Ну, и последняя карта. Я думаю, улучшение. К пяти оружиям, да и пожалуйста. Разведчица. Разведчица нам не нужна. Да, мы возьмем улучшение. Ну, что сказать по колоде. Всего одна карта на добор у нас. Нет, ладно, две карты на добор у нас. Конечно, это маловато. Однако, у меня есть пять оружий. Причем, все эти пять очень хороши. Я имею в виду, в плане... Если мы продолжаем тему добора, да? Потому что, несчастье шута, это, по сути, размена на... Ну, как минимум две. Как минимум две карты. А иногда и три, и четыре. Может быть. Вот. Клинок из лавы может быть очень полезен. Да, несколько карт сделать, разменять. Значит, у нас есть чем занять стол. Раз. На самом деле, не так уж много. Два, три. Всего три карты. Но ладно, огненный секер нам нужна. Кривая, в принципе, довольно ровная. Очень хорошие четверки у нас. Ну, и в лейте мы будем стараться, да? Когда у нас уже будет заканчиваться карта, мы будем просто разыгрывать. Как он называется-то? Вот это вот, изучение Нгора. И надеяться на то, что каждые наши следующие карты будут очень большие и крутые. Очень интересные. Значит, я спрогнозирую из-за количества оружия я спрогнозирую 8 побед. Вот. Ну, я думаю, что я немножечко оптимистично, да, смотрю на эту колоду. Может быть, она будет ниже. Но все равно. Я думаю, что она будет веселой вот из-за вот этой вот карты. Ну, довольно вообще она такая неплохая. Да. 8 побед. Мой прогноз. Привет, Джедай.